друзья всем привет на связи халеба евгений а значит пришло время поговорить о финансовых рынках и их перспективах это видео с анализом и прогнозом рынка доллара то есть dx не путать с рублем да к примеру это именно о долларе видео давно не записывал я видео по доллару прошло почти полтора месяца но это время настало но очевидно что это время что сегодня эта тема очень горяча потому что за заседанием джексон холли товарищ павел будет вещать о чем мы еще поговорим скажу сразу что это видео будет с фундаментальным анализом поскольку я экономист и фундаменталист да ну и конечно не цураюсь и технического анализа что тоже я вам представлю в этом видео ну конечно же те люди кто не знакомы с теориями ценообразование валютных курсов им более сложновато но тем интереснее я уверен что если вы интересуетесь финансовым рынком в частности фундаментальным анализом то отсюда вы вы почерпнете много полезной информации как анализировать доллар как анализировать валюты в целом пару слов по поводу спонсорского канала это видео записывается в четверг перед заседанием джексон холли перед симпозиумом она попадет в ранний доступ к спонсорам в телеграм-канале спорт спонсорский канал по типу ютубовского спонсорства да то есть спос спонсоры получают ранний доступ к моим видео поэтому в широком доступе это видео вы выходит на выходных а спонсоры получают его раньше так же самое как и ежемесячники и видео с тех с тех анализом по понедельникам кому интересен доступ к спонсорскому каналу в описании к этому видео закрепленном комментарии вы найдете ссылочку на с ником бота его нужно скопировать вставить в телеграме в поисковик выдаст платежный бот нажать на него нажать подписаться потому что если вы нажмете пожертвовать это просто будет донат вот подписаться это именно подписка на спонсорский канал после оплаты к вам придет в бот при придет ссылочка на канал и вы сможете перейти на него а только всего лишь 5 долларов то есть это это чисто спорт спонсорская история ну поскольку я занимаюсь делом и любая работа должна быть оплачена как говорил еще адам смит кстати поэтому я это дело ну плюс я вкладываюсь в youtube то есть я там покупаю свет покупаю зумоизоляцию камеры и так далее так далее трачу на это время то есть в общем то я считаю что я вправе на добровольной основе до взимой какую-то плату вот спасибо кстати всем тем кто отзывается очень приятно деньги небольшие но тем не менее они мотивируют действовать дальше это очень хорошо вот ну что ж давайте мы теперь приступим непосредственно к нашему анализу и мы начнем по традиции с от большого к меньшему да то есть этот анализ будет чуть-чуть сжат поскольку предыдущий анализ включал себя еще монетарные оценки до макроэкономические оценки сравнение двух экономик но они строятся на данных по ввп поэтому данная за второй квартал еще пока только подтягиваются выходят предварительно данное сегодня кстати будет пересмотренные данные по ввп за второй квартал в сша вот ну и поэтому мы начнем с монетарной политики поскольку на сегодняшний день это крайне важно мы же знаем что павел сегодня должен рассказать нам о перспективах о планах по поводу сворачивания киеве конечно об ужесточении еще раз еще раз повторюсь об ужесточении никакой речи быть не может это просто сворачивание киеве поскольку денег и так очень много и они не востребованы что нам показывает показатель обратных рэпу да то есть деньги из коммерческих банков возвращаются обратно в систему фрс почему потому что денег очень много экономика кушать не хочет вчера мы выше вчера выходили данные по новым заявкам на товары длительного пользования и мы видим что в принципе и исходя из этих заявок у нас деловой цикл охлаждается да и мы это и видели по данным поймай кстати кому интересен кто занимается рынками профессионально либо уделяете много времени приглашаю свой канал телеграм опять-таки да ссылочка будет закрепленном комментарии в первом до или в описании там я публикую оперативную информацию по финансовым рынкам в общем то все то что вы видите у меня на ю тубе это все появляется в телеграме раньше потому что там у нас там у меня идет оперативная информация то есть текучка и это все там появляется в текстовом режиме пытаюсь писать лаконично кратко насколько это возможно описывая тем более и описывая макроэкономические показатели тем более если я предоставляю внимание аудитории какие-то соотношения до показателей макроэкономические то конечно описать их достаточно сложно поскольку они сложные эти показатели но я стараюсь давать информацию на как можно проще вот первый показатель у нас по поводу монетарной политики это индекс неопределенности денежно-кредитной политики сша есть такой институт который собирает информацию то есть по методу опросов да как и поймай марки да там агентство или айсэм собирает данные по деловому циклу по настроениям так скажем так так же самое и это агентство собирает данные по неопределенности рисками так далее один из показателей это опросы по неопределенности денежно-кредитной политики в сша неопределенности дкп нанесена синей линией ну и оранжевая это индекс доллара ну мы видим в общем то да конечно корреляция не супер-пупер да но тем не менее направление задается очень даже неплохо восемнадцатом году да вот перед ужесточением денежно-кредитной политики у нас росла неопределенность и сейчас она тоже начала расти но и и неудивительно почему потому что мы знаем и фрс уже в своих минутках кстати последних чуть ли не указала сворачивание просто нужно теперь определить момент начала и этапы да то есть те шаги которые будут которые при примет фрс по сворачиванию я еще раз ворачивание клея это не ужесточение это скажем так нормализация денежно-кредитной политики то есть или нету такого что ну то есть это типа как от отрицательной к нулевой точке до ужесточения это вверх да папана от нулевой той точки и об ужесточении речь идет как сама фрс то указывает 2023 мне ранее ну и исходя из этого можно сказать что ужесточение денежное то есть сворачивание кюе это еще не давление на инфляцию до инфляция может чуть пересесть но в общем и целом денег останется много что мы сейчас еще увидим вот неопределенность растет и это хорошо для доллара следующее показатель давно его не показывал кстати раньше я не пользовался его взял так чуть-чуть глобальника с прошлого кризиса это данные по ритейл money фонс то есть это денежный это фонды денежного рынка показатель входит вон два подавия показатель депозита казначейства то есть это счет казначейства в системе фрс мы знаем что счет казначейства сильно падает потому что не подняли потолок госдолга минфин не может совершать полноценные аукционы по полноценным новые аукционы подражения да то есть пополнять казну и это приводит к тому что показатели счета уже снизился в район 300 миллиардов в то время как лимит был 450 на конец этого года то есть ми минфин осенью когда поднимут потолок госдолга минфин будет активно накапливать деньги на этом казначейском счету что кстати перспективно для укрепления доллара и сюда же входит еще и репо для иностранных организаций мы видим что показатель он нанесен синяя линия красная то это доллар до корреляция не супер-пупер но опять-таки направление достаточно неплохо и она обоснована логически то есть каузальной связью которая есть в финансовой системе то есть когда у нас идет рост показателя это означает что деньги накапливаются на счетах выше выше указанных организаций то есть появляется спрос на доллары и эти доллары складываются то есть спрос на доллары в качестве сбережений для будущих расходов да и когда это это показатель снижается то конечно же это приводит к тому что доллары расходуются на выше указанных счетах и они идут в кэш да то есть в наличку которая тратится в экономике либо используется еще для каких-либо целей при этом мы видим что у нас история была очень интересная и показатель это сильно свалился за последние там несколько месяцев почему потому что в момент кризиса на накапливали абсорбировались деньги на счету в первую очередь казначейство конечно же как казначейство она накопила порядка 1 6 триллиона в момент первого этапа пьем который до сих пор длится да и второго явно уже не будет вот и это при это привело к тому что абсорбировалась ликвидность да это вот привело к тому что показатель агрегированный показатель подрос но и сейчас идут расходы причем отток идет также и со счетов денежного рынка но при этом небольшой рост мы наблюдаем в со стороны иностранных то есть со стороны нерезидентов вот достаточно интересно на мой взгляд перспективы этого показателя говорят о том что он начнет расти ну во первых исторически так было уже очень большие лаи во вторых счет казначейство уже порядка 300 миллиардов в сентябре скорее всего будет поднял госдолг и начнутся повышенные аукционы минфина что придет к тому что деньги будут абсорбироваться с финансовой системе снова как это было в начале 2020 в момент кризиса ну понятно что не такими высокими темпами но тем не менее перспективы абсорбации есть и также это достаточно неплохой рост спроса на доллары со стороны нерезидентов мы тоже это наблюдаем и наверняка это продолжится понятное дело если ставочки не рухнут далее у нас пятилетняя инфляция синяя линия ожидаемая инфляция да то есть это как при инфляционная премия в пятилетних джейс и и индекс доллара красная линия индекс доллара я нанес инверсионно то есть умножим на минус единицу для наглядности корреляции между показателями и мы видим что корреляция у нас нарушилась примерно весной этого года да у нас была здесь еще история ну скажем так даже не весной этого года да вот рост который мы наблюдали в конце весны в начале лета он кстати был синхронный по сути с инфляция поэтому у нас на нарушение произошло вот именно начиная с начала лета когда снизился показатель ожидаемой инфляции после того как пошли разговоры по поводу сворачивания киеве и до сих пор мы видим что показатель 100 доллар укрепляется инфляция остается на одном месте конечно же эта история с сворачиванием киеве в любом то так или иначе это снизит предложение долларов однозначным это все понимаем пока об абсорбации денежной массы не стоит вопрос это к юти это ужесточение денежно-кредитной политики на к нему еще по приходить рано а пока что просто сворачивается киеве то есть то есть день предложение будет меньше выкупы которая делает фрс на денежном рынке они они обнулятся просто это это будет сделано в несколько этапов о чем возможно мы услышим сегодня ну я вообще склоняюсь к тому что пау перенесет ответственность на фрс и переложит окончательное решение на сентябрьское заседание и в общем это это может кстати ударить по доллару до сентябрьского заседания но сейчас мы кстати об этом поговорим я думаю что в выводах я это дело все затрону что касается да вот этого этой истории понятное дело что укрепление доллара связано на сегодняшний день с ожиданиями сворачивания киеве сворачивание киеве что-то такое это снижение это обнуление покупок активов на финансовом рынке фрс фонг да то есть это подразделение фрс которая занимается именно вот операциями на открытом рынке к чему это приведет конечно же это приведет к снижению спроса на триджерис потому что одна из статей это выкуп облигаций следующая это момент того что при снижении спроса на облигации они начнут снижаться то есть мы мы увидим снижение цен на трижерис это соответствует росту доходности далее мы знаем что в сентябре у нас по идее должны поднять потолок госдолга ни о каком дефолте речи быть не может дефолт американского рынка американского долга это это очень страшная вещь для всего мира поэтому дефолта не будет будет поднят госдолга лимит госдолга потолка госдолга и и минфин начнет активно накапливать деньги на своем казначейском счету потому что они точно еще снизится ведь я уверен что под 200 миллиардов мы это дело все увидим то есть практически израсходуется ресурс казначейства им придется просто увеличить увеличить аукционы да то есть для того чтобы пополнить свой счет к чему это приведет к росту предложения на рынке тражерис и вот этот дисбаланс я больше чем уверен он сместиться в сторону профицита рынка тражерис и таким образом это окажет давление на цены на гособлигации что поддержит ставочку то есть я вот думаю что это будет так следующее что такое поддержит ставочку да если ставочка она начнет по длинным трижерем расти то это конечно же и по коротким тоже конечно же то это приведет к потоку капитала к чему сейчас мы посмотрим международного капитал это крайне необходимо для белого дома для того чтобы финансировать свои просто сумасшедшие идеи по инфраструктурным проектам и социальным выплатам мы знаем что минфин уже то есть белый дом принял конгресс принял новый закон о социальном пакете на 3-5 триллиона речи там о ковидных уже не идет это будут деньги на медикэр и да то есть это это здравоохранение то что я кстати думал что это произойдет кстати я не посмотрел на индекс по здравоохранению мне интересно и тфку глянуть она под подросла на этом или нет надо посмотреть вот я я этого и ожидал что демократы как социалисты да они будут они точно сделают расширят соц выплаты и в плане здравоохранения и так далее это и произошло и поручено этим организациям медикэр и фанимей чтобы они договорились о ценах на лекарства то есть по сути это будут какие-то дотации скорее всего и субсидии фармацевтическим компаниям для того чтобы снизить цены на лекарства вот эта вся история точность сместит баланс вырастет доходность длинных трижерис и коротких тоже и это приведет к потоку день на денежный рынок сша вот именно этот поток эта вся история она и создает уникальную ситуацию на рынке доллара то есть я больше чем уверен что это что осенью появится дефицит долларов и доллар будет укрепляться даже может быть мощно но вот локально пока что я в этом не уверен о чем мы еще поговорим то есть у меня есть мысли да что вот что вот эта история она будет очень радикально то есть первое у нас снижается спрос на трижерис со стороны фрс то есть снижается предложение денег да то есть и так это со стороны предложения доллара мы видим сокращение далее у нас есть минфин который будет вы забирать доллары отдавать облигации причем по повышенным объемом потому что надо пополнять счет и третье это приведет к росту ставок и внешние нерезиденты на начнут покупать на длинные отражались по потому что и доходность будет на их соотношение риски доходность будет наилучшее в развитом мире да и в мире в целом поэтому это придет еще дополнительному спросу то есть я больше чем верен что это приведет дефицит это я хотел сказать в конце видео но проговорил здесь уж извините далее у нас здесь мы посмотрели не смог удержаться все все вот высказал как есть скажем так по сути по после этого видео можно не смотреть вот дальше у нас соотношение банковский мультипликатор соотношение денежной массы денежной базе зависимость есть здесь есть раскорреляция люди пишут мне в телеге что это чушь никакой корреляции здесь нет здесь есть каузальная связь ребята это это причинно-следственная связь финансовой системе америки то что здесь у нас раскорреляться объясняется все очень просто денежная масса в момент киеве на начало киеве весной 2020 просто взлетела до небес и это конечно же обвалила то есть денежная база влетела взлетела до небес она увеличилась сразу там в шесть раз в три в три планет была примерно один с чем-то миллион а стало 6 триллионов ну да в четыре пять раз она она взлетела и это обвалила банковский мультипликатор поэтому вот это взлет было сделан не сделан а результат того что появилась нехватка дефицит был до долларовой ликвидности то есть вот этой вот эта раскорреляция она есть она есть на каждом кризисе то есть это все дело временно далее на сегодняшний день показатель нанесен кстати от года к году мой показатель вот банковский мультипликатор от года к году и линейно нанесен индекс доллара мы видим что показатель за счет низкая база прошлого года начал расти но все равно он не так активно растет на нарастает так как было к примеру в четырнадцатом когда доллар вошел в супер ралли вот что я думаю я думаю что с сворачиванием киеве денежная масса относительно денежная база начнет нарастать как минимум день денежная база перестанет расти а денежная масса будет инерционно с теми темпами которые требуются экономики примерно это темпы ввп годовые темпы ввп поэтому я думаю что показатель начнет нормализовываться и это приведет к стабилизации скажем так валютного курса но в повышательном тренде далее банковские мультипликаторы то что вы только что увидели но относительно других стран синяя линия эта модель банковский мультипликатор красный это валютный курс по данному рынку мы видим что в данная по моему на июнь на июнь да мы мы видим что в июне у нас показатель чуть-чуть отскочил опять-таки это результат но тоже самое да это результат высокого высокой базы здесь высокой базы прошлого года вот поэтому здесь пока что рано что-либо говорить мы видим да что корреляция кстати с евро долларом очень прилично то есть связь связь скажем так монетарных политик до едет cb и фрс очень плотно японец не не так активно откликается на этот показатель ну японская ена у нас защитный актив пожалуй я ее исключу из этого из этой корзины добавлю сюда к примеру фрук фунт да пусть будет он а фунт есть кстати добавлю значит канадца вот по фунту более-менее связь есть но тоже да вот и снижение сейчас сейчас этот показатель не шибко дает сигналы вот раньше как когда он рост то это было вот когда был рост здесь то я говорил что рост продолжится еврика и фунта к доллару и так далее что тогда и происходило ну опять таки это один из одна из теории да при этом это моя альтернативная теория да я сам к ней пришел ее в книгах нет вот и кстати вот юань к доллару тоже есть некий отклик но опять-таки юань конечно валюта очень заангажирована правительством китая поэтому в общем то здесь он вообще в целом анализ юаня дело такое неблагодарное поскольку правительство может в любой момент что-то учудить там надо делать более глубокий анализ экономически до чтобы понимать что нужно сделать государству и если там дисбалансы которые нужно срочно убирать и повлияет ли это что будут делать и повлияет ли это на курс далее вот то что говорил потоки денежные потоки а вы знаете что я сделал я сейчас вам я не исправил этот сейчас вот исправлены да но но свежий я не не исправил картинку старой осталось потоки потоки не внешние вне потоки капитала внешние потоки капитала в долговой рынок в американский долговой рынок рынок трижерис в первую очередь поток нанесет синяя линия синилина это при прирост от прирост от месяца к месяцу то есть это аккумулятивный эффект да то есть как накапливается показатель то есть это разница между разницей прошлого месяца к предыдущему да то есть разница то есть сумма разниц вот так вот и мы видим что показатель очень высоко находится также высоко находится торговый баланс торговый баланс нанесен инверсионно почему потому что для наглядности корреляции да то есть конечно же у нас отрицательный и при этом он отрицательный примерно на 200 миллиардов долларов поэтому это платежный баланс кстати а не торговый поэтому то что я и говорил для финансирования госдолга для финансирования тех инфраструктурных проектов требуется высокий уровень долга высокий уровень долга это конечно же потребление иностранных товаров да то есть это растущий дефицит вне внешнего баланса и только таким образом кстати экономика америки может развиваться на сегодняшний день другого пути нет они стали зависимы зависимы от внешних долгов то есть они стали как наркоманы на на игле до без наркотика больше они не могут наркотик в их случае это внешний приток капитала поэтому им срочно нужно делать ставку реальную ставку положительный что мы сейчас увидим иначе иначе как капитал будет идти более медленными темпами чем требуется для финансирования инфраструктурных проектов и для обслуживания госдолга если госдолг нам начнет если внешний баланс начнет сокращаться то есть импорт будет снижаться это приведет к тому что экономика перестанет расширяться то есть она замедлится в расширении и китае америка начнет уступать первенство китаю и так далее так далее на мировой арене ситуация кстати для америке очень сложно это это история для отдельного видео на самом деле как которая никогда не не запишу потому что это не моя тема но я уверен что внутренние вот кланы до американские что элита американская элита беспокоен этой истории в чем что мы видели кстати что мы видим по книге дали до которая вы вышла вот свеженькая прошлого года о том где он описывает всю эту историю которая связана с растущим госдолгом и через и через чем это чревато все будет вот но тем не менее на сегодняшний день красная линия это десятилетняя ставка от года к году она нанесена и мы видим что америке надо повышать повышать ставочку и вот та затея которая на мой взгляд это именно затея которая сотворена минфином и фрс фрс сворачивая а минфин начинает прибегать повышенным аукционом из-за того что не повысили потолок госдолга перед каникулами августовскими вот эта вся история на мой взгляд и создана искусственно для того чтобы повысить ставки так с этим мы покончили дальше вот кстати история с реальной доходностью десятилеток обратите в доллар нанесен красная линия доллар нанесен тоже от года к году в процентном отношении мы видим что реальная доходность в июле продолжила снижаться вы обратите внимание на самом деле это уровне середины семидесятых то есть уровень реальной доходности это уровень середины семидесятых минус 4% у нас а нет даже минус что left слава богу нет до минус 4 процента у нас минус 4 процента это у нас реальная доходность десятилеток конечно эта история против притока капитала но мы видим что доллар уже на нарастает по той простой причине что что ожидается сворачивание киеве эффекты которого я уже вам озвучил то есть это приведет к двойному повышению спроса но это при привет к повышению спроса на на деньги со стороны нерезидентов и еще это и вдобавок история с минфином еще и добавит спрос на доллары со стороны минфина вот поэтому я уверен что баланс будет очень жесткий осенью по доллару далее у нас мы видим что когда реальная доходность у нас растет да как это было в четырнадцатом году это приводит к укреплению доллара да и когда она снижается то это приводит к сокращению спроса на доллар вот в частности восемнадцатом году ну было отклонены да да то есть мы сильно отклонились от этого баланса то есть это было спекулятивная перепроданность доллара ну потом она восстановилась в общем то это нормально на сегодняшний день я думаю что вот эти уровни они минимальны максимум что мы можем видеть еще снижение в августе но вероятнее всего с учетом замедления делового цикла инфляция перестанет так активно расти я уверен что она не отступит от этих уровней да вот если взять широкий уровень инфляции 5,4 по июлю если взять базовую инфляцию там выше 4 я думаю что она останется на этих уровнях но она перестанет просто расти почему потому что в годовом выражении это может быть и снижение да то есть с учетом повышающейся базы прошлого года вот почему потому что остаются проблемы с точки зрения инфляции предложения у нас сегодня кстати выйдет в телеге картинка по моему в 3 часа она будет по поводу запасов на складах то есть у нас есть дефицит товаров относительно продаж у нас есть брешь между открытыми вакансиями и занятым населением то есть люди не не шибко выходят на работу у нас есть высокие цены они остаются по сырьевым рынкам то есть это все у нас есть логистические сбои в международном на международном товарном рынке то есть это все приводит к тому что инфляция предложения продолжает держаться и цены фрахта к примеру тоже растут они не снижаются в общем то ответ эта история вся говорит о том что инфляция будет продолжаться поэтому нужно повышать ставочки то есть я имею ввиду не повышать а повышать не повышать учетную ставку а делать так чтобы они чтобы рыночные ставки начали расти что и делается ситуация с реальной доходностью между то есть это же как картинка но относительно других стран мы видим что относительно фунта реальная доходность очень сильно растет продолжает расти фунт приносит на 35 процента то есть 35 базисных 350 базисных пунктов больше дохода чем долларовые активы на денежном рынке что очень-очень удивительно да и фунт поэтому остается достаточно крепок то есть он ошибка не отступает от хаёв обратите внимание что он там и тусуется в общем то можно предположить что фунт может на этом фоне укрепиться посмотрим надо отдельно это и его проанализировать и на не над ним подумать евро доллар у нас немного снизился потому что инфляция в есть начала расти 2 и 2 процента между 1 и 9 в июне то есть в общем-то из-за этого доллара снизился но показатель тоже остается очень высоко в районе 300 базисных пунктов преимущества по евро опять-таки не происходит перетока на сегодняшний день потому что ожидают сворачивание киев по канадцу тоже показатель отступил потому что инфляция сильно выросла в Канаде в июле но тоже преимущество и вот лидер лидер этого всего дела японская иена из-за дефляции реальная доходность которой выше чем по доллару аж на 600 базисных пунктов но показатель сильно отступил потому что инфляция тоже в и есть немножко подросла вот исходя из этого доллар по идее должен быть должен оставаться слабым но ожидания сворачивания киеве и ожидания смещения баланса я уверен что эта тема которую я озвучил она понятно всем эти эти ожидания они продолжают превалировать над быками над быками и быки продолжают скупать фьючерсы и наличную валюту далее у нас агрегированный показатель того что мы увидели вот здесь он агрегирован здесь мы видим что реальная доходность средняя реальная доходность по корзине активов здесь у нас 4 я взял 8 то есть это базовая валюта то есть 7 извините это базовые валюты мы видим что реальная доходность рухнула до уровня 2008 года по этой корзине что вы что никак никак не помогает доллару расти вот эта история которая сейчас связана с тем что доллар не реагирует и понятное дело это ожидание рынка связанная со сворачиванием к юге и если этого не произойдет то доллар просто обвалится и обвалится сильно следующий показатель оценки валютного курса с международной теории с международной экономической теории да это это условия торговли у нас синяя линия это условия торговли условия торговли шпарят просто как не в себя почему потому что внутренний уровень цен высокий что приводит к спросу на доллары да то есть для того чтобы купить американский экспорт нужно теперь больше долларов и поэтому это приводит к спросу на доллары к дополнительному спросу сейчас мы сильно отклонились да потому что мы уравновешиваем эту теорию теории по теории спроса на активы которая была предыдущая и вот они друг друга сейчас уравновешивают как только начнется тот процесс который я озвучил с минфинами фрс показатель по доходности по реальной доходности активов будет смещаться в сторону роста и это приведет к есть то есть это еще один фактор роста который формируется сейчас на рынке доллара к сожалению международный валютный фонд не выпускает показатели я имею ввиду цены экспорта и импорта по остальным валютам почему-то в этом году у них сбой последние данные на март месяц но будем ждать должны скоро выпустить и сразу это будет блоком там апрель это будет апрель май и июнь скорее всего и там уже сможем посмотреть что происходит по другим валютам еще один такой авторская методика соотношение валютных резервов и курса то есть это оценка интервенции то есть интервенции центральных банков в этот раз я привел вам соотношение резервов евро к доллару и курс евро доллара мы видим что синяя линия она продолжает оставаться понижательной то есть американцы тратят американцы чуть больше продают американских резервов то есть резервов покупая доллары за иностранную валюту чем это делает ЕЦБ но показатель кстати крайне слабенько снижается мы видим что он был на уровне восемнадцатого года и в общем то можно сказать что мы видим ярко выраженную цикличность да и собственно отсюда по идее показатель должен снижаться но опять таки история не повторяется поэтому делать однозначный вывод не стоит ну а еще один балл к укреплению доллара мы можем положить точно в копилочку нашего скоринга вот на нижней картинке все то же самое но в динамике от года к году мы видим что показатель синяя линия чуть снижается ну кстати корреляться очень прилично особенно после кризиса восьмого года когда банки начали делать действовать сообща и корзина корзина резервов иностранной валюты мы видим что на Новая Зеландия продолжает продавать иностранную валюту скупая на новозеландский доллар поэтому новозеландский доллар и оказался крепче чем австралийский чем австралийский доллар кстати об австралийском долларе он у нас нанесен сиреневой линией мы видим что накапливается уже валюта иностранная то есть это снижает спрос на австралийский доллар со стороны центрального банка Австралии и это приводит к резкому валу то есть как минимум австралийский доллар не имеет дополнительной поддержки как у новозеландского доллара поэтому мы эти процессы и наблюдаем в общем то обратите внимание что ФРС тоже продает зарубежную валюту создавая спрос на доллары еще один такой еще один момент для поддержки курса как я высказался при анализе прошлого слайда далее у нас ну далее все так обычненько евро тоже продают но более медленными темпами чем доллар тем не менее показатель остается ниже 0 то есть идут продажи иностранной валюты покупается евро то есть у евро есть некая поддержка отсюда ну в общем то думаю что ситуация с новозеландским долларом должна измениться и когда начнут накапливать резервы иностранные то появится у нас история с ослаблением новозеландского доллара относительно базовых валют кстати япония у нас что-то среднее да ничего такого то есть у меня кросс новая шорт новозеландца против японской иены я еще его чуть подержу далее эффективные курсы эффективные курсы тех валют которые мы рассматривали мы видим что доллар остается крепким то есть как ты не крути а доллар гораздо крепче чем остальные валюты как бы он не снижался как бы не пытались там поработать на экспортеров но это и не нужно потому что экономика Америки это импортонаправленная экономика а не экспортонаправленная экономика поэтому некий уровень который сейчас у нас образовался да вот канал видимо он комфортен как для экспортеров так и для импортеров вот далее у нас самые злостные японцы канадец тоже вот немножко снизился он рос укреплялся эффективный курс потому что росла нефть и на фоне этого укреплялся канадец вот кстати для Канады это реально плохо потому что Канада экспортонаправленная страна вот остальное все не так уж уже интересно не так интересно Великобритания нас не интересует Австралия вот укреплялась тоже кстати им плохо потому что Австралия экспортонаправленная страна В общем-то тоже можно какой-то балл положить в то, что им надо ослабить. И так же самое в Новой Зеландии. Синяя линия тоже надо ослабить. Это дело такое, надо-надо, но это может длиться все годами. Поэтому на основании этого делать выводы не стоит. Это я просто вам показал, чтобы было понимание, где находится доллар относительно остальных валют. Далее моя авторская модель. Переходим уже на технические метрики. Это конец видео. Видео как-то подзатянулось. Моя авторская модель, я публикую ее на еженедельной основе. Мы видим, кстати, что показатель у нас, мой показатель это синяя область на верхней картинке, подходит к нулю. И как я раньше утверждал, как только мы перешагнем снизу вверх нулевую отметку, доллар станет бычий. Мы видим, что на ожиданиях спекулянты скупают фьючи на DX, на IC. И это, кстати, это именно ожидания. То есть, то, что я и говорил, исходя из оценки, фундаментальной оценки доллара, все то, что мы сейчас наблюдаем с ростом, это все ожидания по сворачиванию QE. Если сегодня заявляет Байден, что, вернее, извините, Павел, что мы перенесем решение там на осень, то локально это может сильно придавить доллар. Техническая картина. Отклонение от среднего значения. Мы видим, что мы среднюю уже пересекли по индексу доллара и показатель движется. То есть, и цена растет над своей средней. То есть, с точки зрения теханализа, следования тренду, мы уже выше годовой средней и это бычий сигнал. То есть, сигнал на покупку. Поэтому спекулянты и начали покупать, когда мы перешагнули. Обратите внимание, видите, мы перешагнули нулевую отметку. Вот красная линия. Это отклонение. То есть, это годовая средняя идет. И сразу же пошли покупки. То есть, исходя из систем следования за трендом, мы уже бычьи и поэтому пошел поток. Но на самом деле до уровня первого отклонения, то есть, вернее, второго отклонения еще рано. Поэтому здесь, в принципе, рост может продолжиться вплоть до второго отклонения. Единственный случай, когда мы сильно вообще улетели за него. Это был 15-й год. Тогда у нас была инерция рынка. И это была экспонента, которая потом, естественно, сдулась. Вот. Техническая картина на недельном графике DX у нас следующая. Ну, на мой взгляд, я вообще ожидал доллар в районе 88. Я думал, что оттуда примерно будет у нас разворот. Но мы видим, что идет попытка разворота. Пока что мы не пробили вот хай, который был, по-моему, это была весна или начало лета. Вот этот хай еще не пробит. Вот. Ну, даже если мы его и пробьем, то, на мой взгляд, вот диапазон в районе 95 очень важный. Почему? Потому что здесь у нас есть куча разных касаний. Обратите внимание, что в 18-м здесь, вернее, в 17-м было касание. Потом в 18-м пытались его пробить. Потом было еще касание. Еще, еще, еще. Потом отсюда было касание. То есть важный уровень это в районе 95. И он при этом важный сложился уже на протяжении 4-х лет. Да, он важный. Поэтому я думаю, что здесь будет заминка. И здесь, кстати, предыдущая хай-рынка. Откуда вошло снижение. И лой был обновлен. Это было в конце прошлого года, в начале этого. Вот. Поэтому я думаю, что и здесь, кстати, верхняя граница восходящего фрактального канала. Поэтому я думаю, что даже если быки и возбудянцы, то не выше 95, откуда попадет коррекция. Вопрос, какая будет коррекция, это все предопределит история с сегодняшним Пауэллом. Ну, это и все, кстати. Давайте подытожим. Итак, друзья. У нас итоги. Что мы имеем? Мы видим, что если опираться на фундаментальные показатели валютного курса доллара, то большинство показателей пока еще указывает на слабость доллара. То, что мы увидели его рост, это связано именно со спекулятивной составляющей валютного курса. Мы видим, кстати, что спекулянты после пересечения годовой средней начали активно скупать фьючерсы на DX, ожидая, что Пауэлл свернет к ЮЕ, и это приведет к росту доллара. Конечно же, сворачивание к ЮЕ, как я уже говорил, приведет к тому, что ФРС перестанет выкупать активы. То есть прекратится поток долларов, предложение долларов будет сокращено в финансовой системе. Оно будет не сокращено, а просто новые деньги будут поступать примерно со скоростью годовых темпов номинального ВВП. То есть это примерно в 4-5 раз меньше, чем сейчас. Далее, это приведет к тому, что у нас снизится спрос на трижерис, поэтому трижерис в цене просядут, вырастет ставочка. Плюс мы знаем, что баланс Минфина, счет казначейства снижается из-за того, что они повысили потолок госдолга. Это приведет к тому, что после поднятия потолка госдолга Минфину придется выпускать повышенные аукционы для накопления средств на счету казначейства. Это приведет к высасыванию ликвидности. То есть деньги будут скапливаться на казначейском счету, а в обмен снова будут расти предложения трижерис. То есть и оно будет повышено. Поэтому это еще больше сместит баланс на рынке трижерис. И цены просядут, ставочки еще больше вырастут. Рост ставок приведет к тому, что трижерис станут интересны для нерезидентов. И иностранный капитал потечет еще больше в трижерис. Это, кстати, несколько сбалансирует историю с ростом ставки. Но это повысит спрос на доллары. Поэтому мы видим, что спрос на доллары осенью будет повышенный со стороны нерезидентов. Если это все произойдет, конечно же. И Минфина. Также будет снижено предложение. Поэтому если сегодня Павел озвучивает, что осенью начинается сворачивание к ЮЕ. Более подробный план будет объявлен в сентябре на заседании ФРС. Это, конечно же, приведет к дальнейшему росту доллара. И в принципе, если это будет агрессивно, то мы можем увидеть приличный рост. Я думаю, что на 95 с точки зрения теханализа там будет некая остановка. Почему? Потому что там важный уровень и там могут подумать. К тому времени, кстати, уже пройдет еще месяц условно. И мы узнаем окончательный план. Если Павел у нас не озвучит, что я переношу там это решение на сентябрь, лето. Или мы решим это осенью. И так далее, и так далее. То доллар может резко рухнуть. В частности, я даже думаю, в диапазоне долаян мы можем удержаться. Но вполне возможно, что это может быть и 88 и ниже. В зависимости от риторики Павлова. Отменить они уже не могут. Почему? Потому что действительно рост инфляции, действительно избыток денежной массы. Мы видим, что они же сами его и абсорбируют через обратное репо. То есть, денег очень много, экономика не кушает. Тем более, мы видим замедление делового цикла с точки зрения поимаек. Поэтому целесообразно сокращать QE. Объемы QE это нормально на самом деле для экономики. То есть, для финсистемы в настоящее время. Поэтому, я думаю, что это произойдет. Вопрос, когда это будет объявлено сегодня или в сентябре. И вопрос, когда это реально будет начато. Осенью или в декабре или с января. Если это будет начато с января, то эта история будет... То есть, доллар может остаться еще какое-то время под давление. Вот. Вот такой сценарий примерно я ожидаю по доллару. Я продолжаю держать UUP на сегодняшний день. Я вчера думал, что мне сделать с ним. Сократить может позицию. Все-таки заседание. Все-таки важные новости. Может что-то произойти. Я решил, что я купил бычий колл. На опционы на валютные фьючерсы на СМЕ. Благо, у нас экспирация через 9 дней. Они стоят очень дешево. Я взял 1.18.1.19. Бывчий колл. Плюс у меня есть лонги по золоту. Плюс у меня есть лонг по йене. Тоже через опционы. Поэтому это мне позволит просить. То есть, это мне позволит нивелировать убытки. Если вдруг что-то произойдет и курс доллара снизится. Вот. Посмотрю. Завтра у нас еще один день заседания. Посмотрю, как мы закроем неделю. Как пройдет симпозиум. И уже завтра вечером буду принимать решения. О которых я озвучу, кстати, в своем еженедельном выпуске. Который я выпускаю по субботам для спонсоров. И по вторникам для общей аудитории. Для широкой аудитории. Надеюсь, это было не утомительно. Надеюсь, это было познавательно и интересно. Спасибо всем за поддержку, друзья. Подписывайтесь на мои каналы. Те, кто занимается рынками. Я думаю, что мои каналы будут вам полезны. Тем более, если вы там технарь. Но вам интересно, что происходит в фундаменте. Я думаю, что мои видео, моя информация, которую я даю. Причем я ее даю на регулярной основе. Это оперативная информация. В телеграме особенно. Да и на самом деле временные лаги, которые есть на канале YouTube. Они не сильно большие. Тем более, для ежемесячника. Пара дней это вообще ничто. Всем спасибо за внимание. Друзья, до встречи на рынках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok